Приветствую гостей и подписчиков канала. Сегодня завершился, скажем прямо, очень удачный для сборной России четвертый этап Кубка мира по биатлону во французском Анси. В последний день мы взяли бронзу в женском мастарте благодаря стараниям Кристины Резцовой, которая окончательно и бесповоротно превратилась на этом этапе в настоящего лидера команды. У мужчин вижу двух лидеров в лице Латыпова и Логинова, ну а тренерский штаб не стал долго ждать и почти сразу объявил о составах мужской и женской сборных по биатлону на пятый, шестой и седьмой этапы Кубка мира, которые пройдут в январе будущего года. Это будут немецкие Оберхоф и Рупольдинг и итальянские Антхольц. Вот кто выступит за женщин. Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматулина, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко. Первые четверо отобрались на январь благодаря выполнению критериев отбора. Валерия Васнецова останется в команде благодаря тренерскому решению. Ну а всем и страстно желавшие увидеть в составе первой команды Анастасию Шевченко можем быть довольны. Она меняет Лару Куклину согласно принципа ротации. У мужчин ситуация следующая. Пятеро спортсменов выполнили критерии отбора. Василий Томшин, к сожалению, едет на Кубок IBU. Так как и Антон Бабиков и Максим Цветко довольно успешно выступали на втором по значимости биатлонном соревновании, старшим тренером Юрием Каминским и другими специалистами, принято решение взять на январь сразу двух этих биатлонистов. Таким образом их будет семь. Остальные пятеро вам уже хорошо известны. Это Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов и Карим Халили. По-моему, отличная компания подобралась на январь. Теперь посмотрим в деле особенно Максима Цветкова, который достаточно быстро лыжным ходом. Но в целом все по справедливости и обижаться спортсменам не приходится. Вот такие биатлонные дела в сборной России. В следующий раз поговорим о состоянии дел в общем зачете у мужчин и женщин. На этом с вами прощаюсь, с уважением Ренат.